Нам домой-домой, скажи, хочется. Она очень добрая. Оставляли на произвол судьбы даже таких, породистых и верных. В приюте территории спасения сегодня больше 120 собак и кошек. Когда-то содержатели отлавливали их на улицах, находили брошенными на свалках, а иногда в последний момент забирали из жестоких рук человека. Они отовсюду. И из Тольменки, и из Барнаула, и из Первомайского района, с деревень. В общем, у нас огромная территория, скажем так. Слепых, без задних лап и внешне неприметных. Таких забирают в последнюю очередь. Если вообще забирают. Чуть больше иногда везет щенкам. Что это вы? Что это вы? Сейчас у территории спасения большие проблемы с кормом. Поскольку приют частный, все заботы о животных, в том числе и финансовые, на плечах владельцев. У нас нет никаких грандов, у нас нет дотации от государства, у нас нет никакой совершенно помощи. То есть нам помогают только люди, кто добровольно, скажем так, жертвуют. В рассрочку. Я беру корма, мы кормим собак, задолженность копится. Когда-то там свои средства, безусловно, вкладываем. Когда-то люди помогают. Но, тем не менее, в данный момент задолженность на сегодняшний день около 80 тысяч. Буквально на прошлой неделе долг составлял больше 150 тысяч рублей. Погасить часть помогли добрые люди. Но в таком темпе, уверяют владельцы приюта, выход есть только один. Лезть в немалые кредиты. Ведь животное нуждается и в питании, и в новых будках, и в вольерах. Будь организация на попечении государства, казалось бы, все было бы проще. Однако и барнаульский приют Ласк едва сводит концы с концами. Но у территории спасения нет возможности претендовать и на эти средства. Вопрос об официальном статусе городской общественной организации, по словам Камневой, превратился в долгие обсуждения с местной администрацией и пока никаких результатов не дал. А потому и остается уповать на помощь добрых людей. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.